всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое видео это анонс плейлиста семья родители дети это видео предисловие и анонс всех 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 тем которые будут в этом плейлисте и которые собраны на моей страничке я естественно своем сайте христолюб.ру или христолюб.рф по-русски набирайте в интернете я сделал страничку семья любых детям и родителям ее назвал сейчас пока на экране у вас видео которыми давным-давно было записано но когда я запишу этот анонс она будет на основном на главной странице скажем первым идти на это по сути плейлист здесь вы щелкните и вот найдете все эти видео прям не уходя со страницы ну можно кликнуть и перейти прям непосредственно плейлист на ютубе давайте я вам зачитаю что я прочитал написал в предисловии в аннотации к этой страничке семья любовь родителей к своим или приемным детям и детей к своим родителям также рассмотрим тему child free абортов разных видов зачатия рождения детей воспитания детей их родителей гетеро и гомосексуальных семьях ювенальную юстицию и прочие прочие темы и так давайте мы с вами перейдем и более конкретно поговорим еще раз я вам прочитаю каждую тему конкретно как я ее обозвал и так child free свобода не рожать детей вторая тема это аборт дальше виды зачатия и рождение ребенка следующая любовь к своим детям но имя подозреваю своими то есть рожденными которые женщина сама родила 4 следующий пункт любовь приемным и вообще дети ну потому что можно будет можно взять ребенка как приемного до семью стать опекуном а можно любить детей и не брак свою семью работать просто в каких-то детских домах и так далее по защите опеки там детей помощи детям что-то такое да любовь к детям в гомосе в гомосемьи в гомосексуальных семьях воспитание детей воспитание но взращивание там назвал то есть и по телу забота и о душе ювенальная юстиция и опека любовь к родителям наоборот уже детей и последняя тема благовестия детям и родителям благовестия проповедь евангелия давайте совсем кратенько пробежимся по каждой первое это child free это свобода так называемый не рожать детей я думаю что все вы это слово слышали с нету теперь услышали ну child free по-английски по-русски child ребенок free свобода то есть свобода не рожать детей на самом деле там не то чтобы не рожать кто считает что там переводится как свобода имеется вообще не не иметь детей не воспитывать не брать приемных кто-то переводит как не рожать детей то есть каждый в это вкладывать свой смысл в общем об этом все поговорим в некоторых странах уже наши планеты земля чуть ли кто-то это вне закона пытается все куда в область поместить что якобы вот child free это все плохо будем разбираться ваши темы начиная с того как всегда что это о чем говорится какие определения кто что в это вкладывает почему это хорошо или плохо там же затронем тему вечность в потомках до что якобы я туда что если детей не родишь то якобы не будешь там не обретешь вечность потому что мы в своих детях живем и так далее об этой теме тоже поговорим естественно плодитесь размножайтесь библейскую цитату заповедь как это считается с вами тоже здесь обязательно разберем и поговорим тема аборта прерывание беременности поговорим аборт грех это или нет преступление или нет причины аборта поговорим что это такое какие они бывают законными незаконны то скажем вот именно дозволительный нет является ли аборт преступлением тоже грех и преступление надо понять что все-таки это разные слова и несут они немножко разный смысл по крайней применяя к реальной жизни Минимизация количества абортов, как можно было бы по-нормальному, не ломая свободы людей, сделать, чтобы абортов в мире было как можно меньше. Следующий раздел – виды зачатия и рождения ребенка. Поговорим об искусственном плодотворении, так называемом ЭКО. Поговорим о детях из пробирки, что это такое, возможно ли это, когда это будет, почему, будет ли это от Бога и так далее. Поговорим о суррогатном материнстве тоже, что это, как, почему, какие виды бывают, кто этим может пользоваться, нет. Но опять же, грех это или преступление, все будем всегда через эту призму рассматривать. Следующий – это любовь к своим детям, то есть к рожденным, когда человек сам ее рожает, девушка, конечно же, но не важно, в семье, где есть мужчина. Поговорим о том, нужно ли это, особенно в современном мире или не нужно. Потому что все это буду я рассматривать в связке с темой любовь к приемным и вообще детям. С приемными детьми тоже будем несколько вопросов рассматривать. Это так называемые обычные дети и необычные дети. Но здесь идет, это у меня такая классификация, здоровые или нездоровые, как бы детям, телесно, психически, обо всем об этом будем говорить. Гостевой режим – семья выходного дня. Есть тоже такое. Есть и такое. Может быть, кто-то не слышал обо всем, об этом тоже поговорим, буду разбирать. Хочется сказать достаточно подробно, но смотря от чего, с чем сравнивать. Для кого-то это будет достаточно, кто-то сам. Мое дело будет этим плейлистом, этой темой просто направить в вектор, а кто-то, если захочет, будет уже дальше по каждому вопросу индивидуально погружаться. Любовь к детям в гомосемьях. То есть, в семьях, где люди имеют гомосексуальную ориентацию. Тоже будем разбирать. О приемных детях разберем вопрос в гомосемьях. Свои дети в гомосемьях точно так же могут быть, потому что от того, что они гомосексуальной ориентацией, это не значит, что эти люди не способны рожать детей, начинать рожать детей. Следующая тема – это взращивание, воспитание, образование детей. То есть, здесь разберем все эти темы. То есть, взращивание, забота о теле, о временной плоти ребенка, того, которого мы родили или взяли, усыновили, удочерили. Эту тему разделим на тело и ум. То есть, попечение о теле, спорт, физкультура, физическое развитие ребенка об этом поговорим. И ум, образование, то есть, школа, дошкольное образование, школа, средне-специальное, высшее образование. Обо всем об этом тоже я буду говорить. И воспитание, попечение о бессмертной душе. То есть, что, что? Тело-то хорошо, о нем, естественно, надо заботиться даже в первую очередь. Без него нету жизни. Ну, а дальше-то что? На этом остановимся. Ну, говорить будем на эту тему через призму истины о вечности, свободе и любви. Дальше вопрос ювенальной истицы. Я думаю, тоже многим известно. Ювенальная истица, опека, все, что с этим связано, тоже об этом будем говорить. У нас на эту тему много и страшилок, и невежества. И это может быть как хорошо, и как плохо. Есть там и плюсы, и минусы. Будем обо всем об этом разговаривать. Поговорим об истоках ювенальной истицы. Что она, откуда она. В частности, о ювенальной истице в России будем разговаривать. И еще раз скажу, какие у нее плюсы, минусы. Потому что придумать-то можно все. А вопрос, что выполнять, все это исполнять будут все равно самые обычные люди. И в зависимости от того, добрые они или злые, все это может превратиться и в хорошее, так и в плохое. Такая тема отдельная получилась большая. Это любовь. В основном, как видите, тема, как бы это любовь родителей к детям. Но будет и наоборот, это любовь детей к родителям. Эту тему я сузил, так скажем, до библейского ее восприятия. Так вот, эту, конечно, тему любви детей к родителям, она может быть очень большая и очень объемная. Но я ее пока в рамках того плейлиста и той задумки, которую я делал, я ее свел к минимуму. Это к библейской, так скажем, тематике. И разобрал я Ветхий Завет, одну лишь фразу, это почитай отца и мать, всем известную так называемую заповедь Десятисловия. О ней я поговорил. И уже из Нового Завета я брал все, что где как бы Иисус, либо сам как-то поступал, что-то делал в отношении Марии, своей земной мамы, и Иосифа, назывного отца так называемого. Что говорил вообще об отношении к родителям. Короче, все, какие в Евангелии есть, даже без Нового Завета, лишь только в Евангелии, в жизни и учении Иисуса, я вот через призму этих евангельских текстов, этих эпизодов евангельских слов, поступков Иисуса, я и разбирал эту тему любви именно детей уже к родителям. Я уж вам перечислять все места не буду, кто отец, кто мать, нам, вы помните, все эти вопросы касался, можно сказать, разбирал, тоже употреблял он и произносил, и цитировал так называемую заповедь, почитай отца и мать своего, причем два раза в разных местах, все эти тоже я места разобрал, поговорил, ну и вот как бы получился такой вот материал попечения, послушания, все эти вот вопросы, причем когда нам известно все-таки и 12-летний возраст Иисуса, там тоже интересный был момент, обо всем там разбираю, как Иисус там позволяет, не позволяет хоронить своим ученикам своего отца, вы помните, хотя его Дева Мария после его убийства хоронит, то есть все вот эти вот места, как бы как относиться, все это разбираем. Ну и последнее, я сначала в рамках ролика воспитания детей говорил об этом, это благовестие, но потом решил в отдельную тему и в отдельный ролик вынести эту тему, это пропоть именно Евангелие, уже христианство детям и родителям, и тоже записал отдельное видео, что общее, как благоствовать детям и родителям, и какие есть различия именно в деятельном благовестии, то, как мы себя ведем, как поступаем, о чем говорим с детьми и с родителями, в разном возрасте все это имеет значение, обо всем я об этом поговорил. Ну и рекомендую всегда пересылку, есть разные еще плейлисты, у меня это мужчина и женщина-человек, вообще о природе творения человека, как что, тоже, и брак, развод, секс, тоже рекомендую этот плейлист, все они тематически близко, обо всем этом говорят. Ну вот такой вот краткий анонс, предисловие к теме, семья, дети, родители, воспитание, любовь детей к родителям, детям к родителям, приемные дети, аборт, ювенальная юстиция, еще раз повторюсь, все это вы здесь найдете, эти вопросы. Это был такой у меня марафончик, так скажем, когда я один ролик за другим записываю, так скажем, в рамках одного такого плейлиста, одного вектора, когда-нибудь, если я буду какие-то темы, я, конечно, не претендую и не говорю, что я там разобрал все темы в полноте, в глубине, в ширине и в высоте, во все взгляды, во все точки зрения, поэтому, возможно, я теперь, ну, когда-то все равно у меня было несколько роликов, я там что-то когда-то касался, но очень редко. И, конечно же, у меня есть канал Христалюк Чечения Библийных Писаний, там вы тоже можете читать библейские тексты и находить все эти тоже какие-то ответы, но вот так, чтобы отдельным плейлистом, отдельной страниц, посвященной мне, до этого момента не было, и вот я ее сделал в будущем. Когда какую-то конкретную тему я буду более подробно углубляться, не там проповедовать, говорить о ней, то буду просто добавлять страничку своего сайта и в плейлист, соответствующий на ютубе. Если вас интересуют какие-то вопросы, мысли, размышления, обо всем пишите в комментарии, что-то я не сказал, что-то хотите покритиковать, что-то дополнить, что-то просто тоже поделиться опытом каким-то, задать какие-то вопросы или считайте, что есть тема достойная, целая записи видео, связанная все-таки тематически с темой семьи, любви к детям и родителям. Пишите обо всем в комментарии, можете, конечно, мне писать в личку, я всегда отвечаю, стараюсь на все, на что могу, текстом или аудио, или видео с сообщениями. Будем вместе разбираться во всех глубинах этой важной темы. Кому будут нравиться мои ролики, обязательно ставьте лайки, это помогает алгоритмам ютуба лучше видеть отношения к этим видео и продвигать их в своих поисковых системах для тех, кто хочет с такими же темами познакомиться. Ну и поделитесь этими роликами, материалами с моего сайта, на своих ресурсах, телеграм-каналах, ютуб-каналах, в личных сообщениях, с кем хотите. Все мои материалы абсолютно без авторских прав, в свободном доступе, у меня лицензия Creative Commons, то есть с разрешением повторного используем, даже перезагрузки, перезаливки, так что можете делать с ними все, что хотите. Даже не ссылаясь на источник, я не против этого всего. На этом у меня все. Всем спасибо за ваше уделенное время, за просмотры, за отзывы, за реакцию. Я вас жду, не прощаюсь с вами, жду вас во всех своих следующих видео. До встречи.